Добрый день, дорогие друзья! Стипендия – тема для размышления. И поводом для этого видео послужило то, что вчера, в первой половине дня, я прогуливался со своими внуками в районе медицинского колледжа во Владикавказе. И была обеденная пауза у студентов, они вышли на улицу. И естественное желание студентов в обеденный перерыв что-то поесть. И кто-то заходил в магазинчики, что-то покупали, сладости, может быть, какие-то пирожки. И четыре девушки шли передо мною, и одна спрашивает у своих подруг, ну, сколько у вас сегодня свободных денег? И говорят, нету. И она говорит, ну что, купим, как всегда, лаваш на четверых. И они за 25 рублей купили свежий лаваш, разломали этот хлеб, и в обеденную паузу подкрепились этим хлебом. Я задался вопросом, а какова стипендия сегодня у студентов, скажем, колледжей, техникумов и высших учебных заведений в России? И оказалось, что с 1 сентября повысили стипендии для студентов вузов на 62 рубля, а для студентов колледжей и техникумов на 34 рубля. И сегодня в техникумах стипендии составляют 890 рублей, это официальные данные, а в вузах страны 1633 рубля. Социальная стипендия в вузах равняется, значит, 2010 рублей, а для техникумов это примерно 730 рублей, но сейчас это гораздо больше, 890 рублей. Не гораздо, а больше. Я хотел бы сказать о том, что проезд во Владикавказе в маршрутных автобусах стоит 15 рублей. 26 дней в неделю студенты учатся, и если посчитать, 30 рублей транспортных расходов, а также минимальный обед на 100 рублей, в который может не войти, скажем, первое блюдо, второе блюдо, и условно чай, не войти, но мы округлим 100 рублей за обед, то получается 3380 рублей, что намного больше того, что получают сегодня студенты. Скажу так, что более чем в три раза больше. Это минимальная сумма для них. И сегодня прожиточный минимум в России официально составляет 9500 рублей. И условно стипендия 890 рублей для техникумов и вузов 1633, конечно же, намного меньше этого прожиточного минимума. И рассуждая на тему стипендий, мы должны знать о том, что слово стипендии, это латинское слово, означает оклад, жалование, и это материальная помощь, прежде всего, для учащихся. И появилась она в Советском Союзе в 1930 году, и по тем временам составляла 45 рублей. Сегодня стипендии получают не во всех странах мира студенты, но они есть, и они разные. Так, например, 30% студентов Федеративной Республики Германии получают стипендию в размере 670 евро в месяц. Во Франции годовая стипендия составляет 5500 евро, и получают ее 562 тысячи студентов. В Дании студенты, которые живут с водителями, получают 380 евро, а студенты, живущие отдельно, получают 770 евро в месяц. Есть также стипендии в Соединенных Штатах Америки. Они разнятся. Есть государственные, есть частные стипендии. И колеблятся они от 15 до 25 тысяч долларов в год. В Китае стипендии составляют 1400 юаней, а есть также стипендии, которые составляют до 2000 юаней. Это примерно от 13 до 19 тысяч рублей в месяц. Как бы там ни было, но стипендия – это помощь. И хотелось бы, чтобы эта помощь, стипендия, была адекватной. Хотя бы отражала транспортные потребности студента, покрывала. И его обед. И это было бы уже какой-то помощью. Что думаете вы об этом? Желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok